В далеком 1994 году Банк России выпустил монету 2 рубля, 500 проба, Санкт-Петербургский монетный двор, вес 7,7 грамма, вот такая вот монетка, ну 500 проба это можно сказать не какая проба, белонное серебро, но тем не менее монетка такая в истории российской мумизматики имеется. Посвящена именно эта монетка, дню рождения Ивана Андреевича Крылова. Был такой знаменитый русский баснописец Иван Андреевич, родился он как раз 13 февраля 1769 года в семье офицера, ну вот так получилось, что вот папа у него рано умер и все заботы о семье легли на его плечи, ему пришлось, ну еще будучи подростком, поступить на службу, заниматься самообразованием, изучить литературу, итальянский, французский язык и математику, ну и поступил на службу в Петербургскую казенную палату. Вот в свободное от основной работы заботы по добыванию денег, значит время, Иван Андреевич создал цикл комедий, сочинитель в прихожей, бешеная семья, проказники. Вот в этих комедиях он немножко, они сатирически получились, и как бы получилось, что высмеивал моральную пустоту, пустоту высшего общества столицы и разврат. Сатиры Крылова вызвали недовольство царской семьи, вот так показалось, что сатиры остро направлены именно против царской семьи, и вот ему пришлось уехать в провинцию. В Петербург писатель возвращается только в 1806 году, вот в период с 1812 по 1841 год он служил библиотекарем в императорской публичной библиотеке. Как Баснописец Крылов заявил о себе в 1809 году, когда из печати вышла его первая книга «Басни Крылова» органически переплетается с миром русских пословиц и поговорок. В них наш язык пришло много крылатых выражений, со временем тоже превратившись в пословицы. Вот такие, например, как «Аларчик просто открывался, Васька слушает, доест, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Беда, коль пироги начнет пищите сапожник, а сапоги тащат пирожник. Слона-то я и не приметил. Хоть видит, о, когда и зуб не имет, рыльца-то в пушку». Это вот все басни Крылова, они не утратили своей актуальности и по сегодня, они переведены более чем на 50 иностранных языков. Ну вот, такая у нас, так скажем, на сегодня тема. Есть немножко времени, что ли. Ну давайте я вам басню расскажу. Лисица и ворона, что ли. Очень знаменитая басня. Те, кто давно уже не посещал школу, как бы могу вам немножко напомнить. Итак, Крылов Иван Андреевич, ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, что листь гнусна, вредна, и только все не впрок. И в сердце листец всегда отыщет уголок. Вороне как-то бог послал кусочек сыру. На еле ворона бы забралась. Позавтракать уж было совсем уж собралась, да призадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом. С вороной глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша. Ну, что за шейка, что за глазки. Рассказывать так право сказки. Какие перушки, какой носок. И верно, ангельский должно быть голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что ежели сестрица, По красоте такой и пить ты мастерица. Ведь ты у нас была бы царица-птица. Бещунина с похвал скружилилась голова. От радости в забу дыханий сперла. И на приветливые лисицыны слова Ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал. С ним была блутовка такова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok